Все выше и выше эксперты отмечают тенденцию к очередному росту цен на товары. Причем ценники в магазинах меняются на привычные и нужные продукты. Основная причина роста цен – инфляция. По официальным данным, в прошлом году она составила 11-13%. Из-за этого Центробанк планирует удержать инфляцию на уровне 5-7% в 2023 году. В очередной раз уже повысили ключевую ставку и ужесточили правила выдачи кредитов. Тем не менее прогнозы у экономистов неутешительные. Прежде всего, картофель, говорят о том, что подорожает примерно на 5%. Люди от картошки не откажутся, понимаете. Гречка, рис, вроде как на уровне должны остаться. Естественно, вырастут стоимость овощей и фруктов. Тем более, с учетом того, что приток из-за рубежа сократился с определенными проблемами, то, естественно, сейчас зима, ну, конец осени, зима, весна, значит, цена будет достаточно высокой. В частности, мандарины выросли в цене еще в октябре. Причем эксперты отмечают увеличение стоимости в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в октябре прошлого года за килограмм атрибута новогоднего стола в среднем отдавали 239 рублей за килограмм. А вот в октябре этого года уже 369 рублей за килограмм. Как объяснили эксперты, все из-за курса рубля. Если такая тенденция сохранится, то мандарины к концу декабря станут доступны только для богатых. Вот что прогнозируют эксперты. Дальнейшего роста цен к новому году мы не ожидаем. То есть, если не произойдет следующего обвала курса рубля, то цена должна сохраниться на текущем уровне, может быть, даже немножко снижаться. Дело в том, что в конце октября-ноября месяца у нас с вами происходит переход поставок из стран южного полушария на страны северного полушария, именно на рынке мандаринов. И, соответственно, ближе вести, транспортировка дешевле, мы получаем продукцию по более низкой цене. Эксперт добавила, что на российский рынок большая часть мандаринов приедет из Турции, меньше – из Марокко и Пакистана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова